Добрый день, дорогие друзья! Надеюсь, хорошо меня видно, слышно. Давайте с вами рассмотрим интересные идеи по рынку. А такие и есть, поэтому приступим сразу к делу. По золоту. Друзья, по золоту у нас пока стоим в канале. Идет набор, но первые предпосылки к тому, что мы пойдем выше, уже начались. Вы видите, каждый раз, когда мы пытаемся пойти ниже, это заканчивается огромным хвостом, выходом объема. Это дневной график. И сейчас, что показательно было в четверг, мы пробили нижнюю границу канала, но не пошли ниже. Нас не пустили, вышел объем. Красивая такая свеча, не знаю, кто изучал свечные именно прайс-экшены. Молот, все дела, все красиво. Но пока мы не выйдем выше этой границы, о этих красивых моделях можно рассуждать очень долго. Ключевой у нас будет уровень 18-14, где-то в этом районе. Можно взять повыше. Я бы даже так взял, но мне смотрится, как я черчу уровни, как мне видна эта ситуация. Скорее всего, это вот хвост даже 15-7. Вот когда мы выйдем за него, потому что вы видите, мы раз выскочили, все замечательно вторым баром, покупаем дальше, закрываемся ниже и не можем никак его пройти. То есть можем делать укол, все, но выше и закрыться четко и дать сигнал не получается. Поэтому ключевой для меня фактор именно продолжения роста по золоту будет 18-15.7. Это будет хорошим сигналом на то, что все-таки даже после этого ложного пробоя мы не пошли ниже, а идем обратно на ретест этой границы и в случае успешного пробития мы можем сходить намного выше. Почему можем? Потому что уже довольно сильное накопление у нас в очень широком боковике, это часовой таймфрейм. Если взять, у нас здесь еще был узкий канал после этого выхода, непонятно, он или расширится, или обратно снизится волатильность и будет в узком таком канале еще добор позиций какое-то неопределенное время. Нам же стоит ожидать выхода выше, вот это если брать эти предпосылки как на лонг, если после этого ложного пробоя мы спустимся ниже, тогда естественно картинка сломается, поломается наша модель и нужно будет уже смотреть по факту. Пока все хорошо, смотрится, что это набор на лонговую позицию. Интересная ситуация по нефти, да вы видите, хорошо нас слили. И сейчас произошел откат уже и переписали нас эту свечу, да, заливную, которую за два дня все выкупили. Это показывает с одной стороны на силу покупателя, да, что любой слив, напомню, что нефть у нас находится в восходящем тренде, да, но все это замечательно, выкупили быстро, я согласен. Но вы видите какие понижательные ходить, то есть если у нас начнется закрепление примерно в этом районе, вы видите, у меня здесь уровень, прочерчен был еще до этого. Если у нас начнется вот эта колбасня, да, возня возле этого уровня, скорее всего это покажет то, что это был очередной откат и все-таки у нас нефть пойдет на какую-то коррекцию. Потому что мы очень долго растем, да, если вы увидите, тут еще не расторгованный был контракт, но тем не менее мы видим динамику цен. То есть уже перегрета слегка нефть была и сейчас мы увидим какую-то все-таки коррекцию. Если это подтвердится, скорее всего мы можем в долгосрочную коррекцию уйти, да, вплоть там до 64,5 долларов за баррель. Поэтому мне интересно, не сегодня, да, не в пятницу, скорее всего на следующей неделе, нужно смотреть за этой ситуацией именно возле этих ключевых уровней. То есть кто там чертит по телам, кто по хвостам, ключевая вот здесь все равно зона присутствует, как ни крути. Поэтому здесь нужно смотреть развязку. Начинается болтанка, какой-то неуверенный рост, все, значит, эта ситуация точно такая же, как и здесь, будет какой-то излом, ложный вынос, скорее всего, выход какого-то объема. Или наоборот не будет объема, да, участники не станут рисковать. Вот, поэтому здесь я бы уже смотрел больше на разворот, чем на продолжение. Но, учитывая, что это тренд наверх, все может быть, то есть ланги, я не исключаю, но, конечно, нужно переписать тогда вот этот хай. Тогда я буду более спокойный, я буду знать, что модель поломалась, все замечательно, мы идем дальше по тренду. Пока я такого не вижу. Евро-доллар. Евро-доллар, вчера тоже очень значимая ситуация произошла. Мы видим уровень, да, четкий. Во-первых, что мы видим, что нас жмут, да, как я и говорил еще, наверное, неделю назад, мы с вами обсуждали, что был слив и нет отката. Все равно давят, давят и давят нас дальше, вплоть до вот этой поддержки, да, которая была сформирована еще в апреле, с которой был хороший срыв. Что вчера? Вчера мы видим, что закрепились ложные пробои, все замечательно, ребята, покупаем. Но, тем не менее, какая-то борьба произошла. Новостная она, или это между крупными игроками, нам суть не важна. Нам важно то, что мы видим, что произошла борьба, это свидетельствует объем, да, большой. И победил продавец. Все, вопросов у нас никаких нету. Победил продавец, закрыл ниже. Все замечательно. Сегодня смотрим на продолжение движения вниз. Единственное, что я вам сейчас покажу, это уменьшение очень волатильности. Это АТР, среднее внутридневное движение инструмента, да, за 7 дней у меня стоит. Вот, поэтому не очень хорошая волатильность. Вы видите, все время она снижается. Она, в принципе, и колбасится, да, в этом диапазоне. Некоторые бывают выходы выше, но, тем не менее, волатильность остается средней. И вот это очень плохо, что, видите, инструмент падает, но очень зажат, очень пилит. Я бы не рекомендовал, но если кто торгует, да, или удерживает позицию, для вас все складывается хорошо, естественно, если это шортовая позиция. Вот, поэтому не стоит пока паниковать, да, смотрится все вниз. Вчера, еще раз повторюсь, было подтверждение этому, поэтому евро-доллар пока смотрится вниз, все у него замечательно. Доллар-рубль. Вот, доллар-рубль очень интересная ситуация в плане того, что инструмент сильно вышел, да, после такого падения видно было, что уже здесь устали падать. Вот, и доллар, вернее рубль, прошу прощения, начал свое все-таки снижение, да, по отношению к доллару. И вот сейчас мы наткнулись на какую-то, на какой-то уровень, да, на какую-то зону, с которой была консолидация и этот выход, да, мощный срыв. Вот, также он совпадает с предыдущим лоем, с которого было тоже хорошее движение мощное. Ну, дальше здесь уже не актуально было, но тем не менее мы видим, что здесь все-таки какая-то база присутствовала, с которой все-таки и пошло это движение. И сейчас история может повториться, поэтому сейчас нужно очень внимательно обратить внимание на эту, на этот хай, да, и посмотреть, что будет происходить. То есть, если мы закрепляемся, да, и все-таки у нас идет какое-то удержание этого уровня, желательно повышенный объем, хотя бы на часовом тайфрейме, я не говорю на дневном, это будет уже хорошим сигналом. Вы видите, каждый раз бьем, есть вот здесь объем, здесь объем. То есть, каждый раз выходит кто-то защищать эту позицию, да, этот уровень, этот ценовой диапазон. Поэтому доллар-рубль я бы рассмотрел также, как интересный инструмент. В случае развязки того, что будет удерживать эту зону, мы смотрим на продолжение инструмента, то есть на падение рубля. Вот, и это может быть очень хорошим сигналом, в плане того, что запас хода у нас четко выражен, да, видно, что 75630, это будет где-то первая остановка, может быть чуть ниже 75400. Тем не менее, очень хороший запас хода будет. Поэтому из интересных идей это все, что я вам хотел рассказать. Надеюсь, у вас хорошая прибыльная неделя, такая будет и следующая, закройте месяц плюс и все у вас будет замечательно. Хороших вам выходных, всего доброго.